Народный контроль – общественный институт, который недавно по инициативе главы города Анатолия Пахомова возродили на курорте. Члены этого движения ежедневно следят за соблюдением законности и порядка, мониторят цены на рынках, сельскохозяйственных ярмарках, магазинах и аптеках, контролируют стоимость услуг ЖКХ. В народный контроль вошли представители ТОСов, Домкому, ветераны труда и просто неравнодушные жители курорта. Недавно лазаревские активисты проверили, что и почем у местных торговцев. Первое, куда заглянули члены народного контроля – это небольшой лоток с овощами и фруктами прямо в центре микрорайона. Продавец так и не смогла объяснить, откуда взялись такие высокие цены. Не предъявила контролерам и своих документов, например, санкнижку. Зато исправно звонила руководству. Пришлось даже полицию привлечь. Наведите порядок с ценовой политикой, наведите такой порядок благоустройства, санитарии, чтобы у вас чисто было. Наверите порядок с продавцом, который торгует, чтобы он имел соответственные документы. Вот вы продаете клубнику. Клубника стоит упаковка 400 рублей. Мы здесь или три упаковки и трех упаковки. Там 250 грамм, 400 грамм, 350 грамм. А как тогда? Тогда сколько килограмм стоит? Разный вес. Ну-то, видимо, продавец перебрал. Вот такая интересная логика торговцев. Продавец перебрал с ценами, чуть-чуть обвесил, а покупатель должен за все это платить свои честно заработанные. После обстоятельного разговора активисты народного контроля прошли по рынку ТВС. Продавцов там немного. К ценам придраться сложно. Не на всех товарах они указаны. А называли торговцы суммы вполне приемлемые. Сколько у вас стоит кучок? 20 рублей. А может, завтра будет 30. В мясных отделах активисты обследовали все тщательно. Грубых нарушений не нашли, да и встретили их довольно приветливо. По просьбе показали документы на товар и заверили, что без напоминаний и требований делают скидку пенсионерам. После народный контроль прошел по рынку Тащан и Ка. Тут цены оказались на порядок выше рекомендуемых и на овощи, и на фрукты, и на мясо. У торговцев свои доводы. Высокая арендная плата, потому что приходится арендовать два места. На одном уместиться невозможно. Выходит 1200 рублей. Дорожает и закупочная цена. Почему вы к вам претензии имеете, а не имеете претензии к производителям непосредственно? Мы к вам претензии, а вы к ним претензии имеете. Мы говорим, если говорим, понижайте цены, говорим, не нравится, не покупайте. А чем вы должны работать? Члены народного контроля пообщались с руководством рынка, чтобы они обратили внимание на ценообразование. Те, в свою очередь, пообещали снизить арендную плату. Обязательно мы исправим все ошибки, которые были, сказаны в наш адрес. И постараемся пообщаться с производителями, поставщиками товара по снижению цен. И по поводу аренды тоже. Пообщаемся с предпринимателем, пойдем на уступку, по мере возможности, чтобы цены были приемлемы до всех посетителей нашего рынка. Станет ли стоимость продуктов на этом рынке ниже, покажет время. Подводя итог, председатель народного контроля Сочи отметил, такие проверки просто необходимы. Предприниматели поймут, что нельзя бесцеремонно завышать стоимость необходимых товаров и грубить покупателю. По ходу проверки активисты составляли акт, и при необходимости эти документы будут направлены в контролирующие органы. Были выявлены очень много нарушений. Мы привлекли сюда, значит, и участкового инспектора. И теперь поговорили с предпринимателями. И думаю, что после сегодняшней беседы, после сегодняшнего обхода, результат будет налицо. Цены будут снижены, и я думаю, люди останутся довольны. Сегодня в Сочи около 300 народных контролёров. Они регулярно выходят в рейды во всех районах города и отступать в борьбе за адекватную ценовую политику не намерены. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». «ФКТ»